Накануне Владимир Путин выступил с обращением к россиянам о ситуации с распространением коронавируса. Глава государства подчеркнул, главный приоритет в условиях распространения инфекции – жизнь и здоровье людей. Поэтому к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Из всего выступления президента можно выделить несколько важных изменений для жизни тверичан. Первая – Владимир Путин перенес дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Новый день, по словам президента, определят в зависимости от того, как будет развиваться и ситуация с COVID-19. Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. Для предотвращения распространения коронавируса глава государства дал распоряжение сделать следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля, выходной. Но с сохранением зарплат. При этом будут работать все структуры жизнеобеспечения. Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Кроме того, президент предложил установить каникулу по потребительским ипотечным кредитам тем россиянам, доход которых упал более чем на 30%. Помощь поступит и пострадавшим от экономического упадка компаниям. В частности, представителям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Также президент заявил, что все социальные пособия и льготы граждан будут продлеваться автоматически в течение полугода. Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 9 мая будут осуществлены уже в апреле. Все семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать дополнительные выплаты в размере 5000 рублей в ближайшие 3 месяца. Предлагаю, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. В Тверском регионе работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ведется по нескольким направлениям. Одно из них – профилактика. Важна именно самодисциплина людей, чтобы люди к этому не относились спустя рукава. Очень важно понимать, что если есть какие-то признаки заболевания, как то недомогание, слабость, температура, важно обратиться во врачебную службу, в службу скорой помощи, к врачам, не ходить по городу, заниматься самолечением, контактировать со всеми окружающими. Вот это очень важный момент. Поэтому, обращаясь ко всем, хотел бы сказать, что, пожалуйста, помогите, подскажите тем людям, у которых есть признаки заболевания, чтобы они обратились и сдали тест, либо, так сказать, если все нормально, то самоизолировались дома. А если до момента сдачи теста проходит какое-то время, то чтобы они находились в изоляции и не контактировали с другими людьми, которые их окружают. Напомним, что на заседании губернатор утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.